Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Елена Марданшина. Смотрите сегодня в нашей программе. Пусть дорога будет ровной, а машина исправная. В Альметьевске чествовали работников предприятий транспорта и дорожного хозяйства. Транспорт все равно занимает немалое место в жизни. Всегда молодые и энергичные. Комсомольцы прошлых лет вышли на традиционный субботник в канун 100-летия в ЛКСМ. Сегодня этот парк возродился, стал очень красивый и зеленый. Каждому безработному по работе в центре занятости населения прошла ярмарка вакансий. Работодатели уже здесь видят воочию соискателя, здесь проходит предварительное собеседование. В Альметьевске отметили День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. С профессиональным праздником поздравили водителей, дорожных и ремонтных рабочий, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных и дорожных предприятий района. Снегоуборочная и дорожно-ремонтная техника, учебный и общественный транспорт, ретроавтомобили – все это перед началом праздника можно было увидеть на площади перед Дворцом культуры Невче. Здесь состоялся пара техники ко дню работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Сейчас любой населенный пункт расчерчен сеткой автодорог. Ежедневно по ним перемещаются сотни тысяч единиц транспорта. Общая протяженность дорожной сети Альметьевского района составляет более двух тысяч километров. За содержание дорог отвечает несколько предприятий. В их зоне ответственности – дороги местного, регионального и федерального значения. Немалую роль в жизни города играет общественный транспорт и транспортные компании, перевозящие пассажиров и грузы. Я очень рад поздравить вас всех с этим профессиональным праздником. Этот праздник, который действительно является для нас одним из самых важных, потому что ваша деятельность, каждодневная деятельность, она влияет на благополучие и развитие нашего района. День работника автомобильного транспорта и дорожного хозяйства – это профессиональный праздник не только водителей и дорожных рабочих, но и множества других специалистов, благодаря которым транспортная и дорожная инфраструктура действует бесперебойно. Их добросовестный труд оценен по достоинству. Водителю АПОПАД Гомерзяну Гараеву было присвоено звание заслуженного работника транспорта Республики Татарстан. Население подсчетное звание заслуженный работник транспорта Татарстана присвоено Гараеву Гомерзяну Губтуру Хаковичу, водителю автомобиля акционерного общества АПОПАД. Работникам и ветеранам отрасли вручены почетные грамоты и благодарственные письма Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики. Передовиков и заслуженных работников отметили подарочными сертификатами и медалями за вклад в становление нефтяной отрасли промышленности Татарстана, а также почетными грамотами Совета и исполкома района. Транспорт все равно занимает немалое место, как говорится, в жизни. Мы на нем передвигаемся. У каждого, как говорится, тоже есть транспорт. Они тоже ездят. Главное, чтобы зеленый, как говорится, свет. Праздничный вечер продолжился выступлениями творческих коллективов города и района. Татьяна Леонтьева, Булат Загидолин, Альметьевск ТВ Сегодня отмечает юбилей Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Комсомолу 100 лет. А поскольку комсомольцы всегда были инициаторами, организаторами и исполнителями интересных и полезных дел, то и круглую дату решили встретить в духе лучших традиций – трудовым десантам. В минувшие выходные комсомольцы 60-х, 70-х и 80-х годов вышли на субботник в Комсомольском парке и сквере. Подробности далее. У альметьевских комсомольцев стало доброй традицией накануне годовщины основания в ЛКСМ собираться на субботники. В этом году комсомольский парк тоже не остался без внимания. При поддержке активной молодежи 21 века, активная молодежь советских времен провела выходные с пользой для себя и окружающих. Сквер за комсомольским парком поделили на участки, которые соответствовали эпохам благоустройства. Первый отрезок маршрута – сам парк, в строительстве и озеленении которого принимало участие поколение 60-х. Затем сквер. Он начинается на улице Чехова и продолжается до улицы Радищева. На отрезке до улицы Толстого трудилась молодежь 70-х. Обновили и табличку с названием. Далее по маршруту участок улиц Толстого и Чапаева, где наводило порядок поколение 80-х. А закончилось все на улице Радищева. Сегодня этот парк возродился, стал очень красивый и зеленый. Поэтому мы должны и в дальнейшем его поддерживать и находить здесь свои интересы. Некоторые из собравшихся приехали на традиционный субботник из других городов, но большая часть была представлена альметьевцами. Их и сейчас можно увидеть на различных мероприятиях. В свои годы они по-прежнему активны и бодры, потому что, во-первых, занимались спортом, а во-вторых, привыкли находиться в гуще событий. Яркий пример – Сергей Лазарев. Всю жизнь трудился на производстве и параллельно занимался тяжелой атлетикой. Многократно выигрывал не только всесоюзные, но и международные соревнования. Теперь же, как и многие сверстники, наслаждаются заслуженным отдыхом и проводят большую часть свободного времени с внуками. Мы тоже собирались на субботниках, вот эти работы выполняли, так, с песнями, с плясками. И вот видите, вроде мы молодыми были, да, не ожидали, что такой парк получится. Смотрите, какая красота сзади меня, значит, получилась, так. Это память для будущих поколений. Шутки и веселье сопровождали отряд комсомольцев на всем протяжении трудового десанта. Субботник – прекрасная возможность вновь собраться вместе и вспомнить былое. Когда все были молодыми и жизнь прекрасную вели. Тимур Туманов, Булат Загидулин, Альметьевск ТВ. 2 ноября на телеканале Альметьевск ТВ состоится прямая линия с главой Альметьевского района Айратом Хайрулиным, посвященная Дню Города. Во время передачи можно будет напрямую обратиться к главе района и задать вопросы по волнующим вас темам. Передача начнется в 19 часов. Звонки от жителей принимаются предварительно. С 29 октября по 2 ноября с 8 до 0 часов по телефону горячей линии 3 0. С мобильного 8 85 53 2 0 2 0 2 0. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашей программе. Новый штаб, новые задачи. Альметьевское отделение молодой гвардии провело отчетную конференцию. Каждому безработному по работе. В центре занятости населения прошла ярмарка вакансий. Всероссийская общественная политическая молодежная организация «Молодая гвардия Единой России» была основана в 2005 году. С тех пор региональные отделения и организации действуют в большинстве субъектов России и объединяет около 170 тысяч человек. Есть свое отделение и в Альметьевске. На днях там прошло отчетное собрание и было избрано новое бюро. Подробнее от конференции в следующем сюжете. Альметьевское отделение молодогвардейцев объединяет около 100 человек из числа студентов вузов и сузов города. Многие из них состоят в волонтерских и благотворительных организациях. «Занимаются деятельностью, связанной с молодежью так или иначе. Это у нас была члена местного штаба Сергеева Юлия. В данный момент она работает в подчинении Удомир Патовича. Она отвечает за волонтеров в Альметьевском муниципальном районе. Наши ребята, в том числе, представляют сейчас, кто-то работает у нас на уровне школ, занимается детьми, кто-то проводит городские ивенты». Активная молодежь должна выбрать новый состав штаба организации. По уставу срок полномочий предыдущего истек. Форма выборов – демократическое анонимное голосование. Штаб избирается на два года. Чтобы в течение этого времени активно реализовывать все возможные партийные и социальные проекты, привлекать в свои ряды новых участников. Начальник управления по делам детей и молодежи Дамир Нурулин отметил пользу от членства в таких организациях. «С таких организаций, как «Комсомол», «Молодая гвардия», начинается не просто активная жизнь каждой личности и каждого гражданина, а это дает ему возможность и шанс стать достойным руководителем в моментах решить какие-то проблемы и помочь для себя». Депутат городского совета, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Николай Бочкарев сравнил «Комсомол» и «Молодую гвардию». По его словам, в структуре и целях этих молодежных организаций много общего. Также он отметил, что теперь активной молодежи приходится легче, чем во времена ударных строек. Теперь они могут спокойно учиться, участвовать в акциях и наслаждаться жизнью в городе, который построен для них. А город с тех пор немало изменился. Ну, лет даже пять-четыре назад по улице Тукая с коляшечкой не проедешь. Почему? Что было? Дорога. Дорога. Какие были бордюры? Кочка на кочке. Так ведь? На велосипеде не проедешь. Хорошо или плохо? Плохо. Конечно, плохо. Также Николаю Бочкарову вручили памятные значки. 100 лет в ЛКСМ и «Молодой гвардии». А после собрания и напутственных слов студенты-активисты приступили к голосованию. Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. Уровень безработицы в Альметьевском районе стабильно ниже 1% от количества трудоспособных граждан. Ну и эту цифру специалисты Центра занятости и населения стараются снизить. Здесь прошла ярмарка вакансий для всех, кто хочет расстаться со статусом безработного. Что предлагают работодатели и удалось ли соискателям найти работу в материале нашего корреспондента. На ярмарке вакансии, как всегда, многолюдно. Потенциальные работодатели и работники ищут друг друга. На этот раз к услугам соискателей 10 организаций и более 50 вакансий. В поисках работы десятки альметьевцев и есть из чего выбирать. Общепит, муниципальная сфера строительства, ремонтные работы, медицина. И это далеко не полный список. Компании из крупного сегмента бизнеса и муниципальные предприятия заинтересованы в квалифицированных кадрах. И готовы принять на работу соискателя прямо тут, не отходя от своего стола. Работодатели уже здесь видят воочию соискателя. Здесь проходит предварительное собеседование. И уже направляем не всех подряд, кто подходит под данную вакансию, а те, кто действительно согласен сам идти туда, на эту должность. Они подходят уже здесь на ярмарке к работодателю. Проходят мини-собеседование. И уже в дальнейшем приглашен непосредственно в саму организацию. Немалая часть пришедших на ярмарку таким образом находит работу. С учетом возраста, квалификаций и состояния здоровья. Ярмарка проводится и для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Ищут сотрудников управления по спорту и туризму. В том числе и для нового спортивного комплекса МИРАС. Частные компании в сфере общепита уже давно зарекомендовали себя на рынке. Как на рынке товаров и услуг, так и на рынке труда. Они тоже не упускают случая и регулярно на ярмарке вакансий можно заметить их специалиста. Практически каждую ярмарку мы посещаем. Стараемся, так скажем, участвовать в жизни города и сотрудничать с центром занятости. Нет таких конкретных возрастных ограничений, так скажем. Так как несовершеннолетние работники к нам приходят и более старшего возраста тоже. Ярмарку посетили 126 человек. 19 из них выразили желание пройти обучение на курсах, предлагаемых центром занятости населения. 10 соискателей прошли тестирование на определение своей профессиональной ориентации у психолога-профт-консультанта. А 4 человека смогли найти работу. Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. И к происшествиям. Альметьевский отдел ГИБДД сообщает о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 28 октября в 15.30 на автодороге Заинск-Бухарай-Урсаево-Альметьевск. Водитель автомобиля Тойота Королла не выбрал безопасную скорость, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Лады Гранта. Пассажирку Лады с травмами доставили в медсанчасть. А теперь о спорте. В итоговой выездной встрече альметьевцы уступили новокузнецкому металлургу в одну шайбу 1-0. Экс-вратарь «Нефтяника» Рафаэль Хакимов, выступающий теперь в Новокузнецке, не пропустил гол от своей бывшей команды. «Нефтяник» вернулся домой и готовится к домашней серии. Следующая игра состоится 2 ноября во дворце спорта «Юбилейный». В завершении напомню, что мы продлили прием заявок на конкурс «Созидание и творчество». Это совместный проект нашей телекомпании и Департамента экологии и природопользования. Свои интересные идеи по решению экологических проблем вы можете присылать на электронную почту Департамента с пометкой «Конкурс». И еще один проект для творческих телезрителей – это фотоконкурс «Селфи с мамой». Просто сделайте селфи со своей мамой, заполните заявку и отправьте нам на электронную почту. Все фотографии мы разместим на нашем сайте, там пройдет голосование. Автор селфи, набравшего больше всего голосов, получит возможность пригласить свою маму на праздничный ужин в ресторан. Призерам мы также вручим подарки от партнеров конкурса. Работа и заявки принимаются до 7 ноября, а голосование продлится с 7 по 21 ноября. Форму документов для оформления заявки вы найдете в нашей группе ВКонтакте. А теперь о погоде на вторник. 30 октября в Альметьевске будет ясно, осадки мало и вероятны. Температура воздуха ночью – минус 6, днем – минус 1. Атмосферное давление 769 мм тутного столба. Субтитры предоставил DimaTorzok Это с Филизой Хамедулиной, а я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.